4 октября 2022 года 10.05 вечера в Нью-Йорке Вы знаете, друзья, когда армяне не жили, когда армяне не жили в тяжелые времена Я люблю, когда говорят, что сейчас дела тяжело идут, они всегда ужасно тяжело идут Я хотел бы это Ливону Лобобяна опять, вот, надеюсь, я вам не надоел еще Говорил я с солидными людьми по поводу того, что я делаю эти программы и так далее И все в один голос говорят, не останавливайся Очень много вокруг разочаровывающих факторов, которые в основном не искусственного характера Это я так думаю Ну а часть этих факторов, конечно, искусственная Потому что мы не можем же отрицать, что существует внешне черная сила Я, наконец, я надеюсь, я до вас достучусь когда-нибудь Которая пытается управлять процессами на планете Земля Причем от и до Это не связано непосредственно с армянским народом Это связано со всеми Это сила нездоровая Это же не сила процветания, не сила успеха Это не Божья сила Вот это дьявольщина, правильно? Слышите, атеисты, вы же на все имеете свои ответы Или вот, религиозные люди Вы же тоже имеете на все свои ответы Ну дела, конечно, обстоят очень поганно И это в первую очередь потому, что то, что каким-то образом Вот оно вырывается наружу, вот это вот бесовское, демоническое Оно правит бал Ну, в общем, это по поводу того, что всего А по поводу нас, армян, я бы хотел бы Еще раз, и еще раз, и еще раз подчеркнуть Какие-то важные аспекты Вот я вижу, вот люди выступают Это их право, они говорят на разные темы Люди говорят о том, какие плохие русские, какие хорошие американцы Люди говорят, какие плохие американцы, какие хорошие русские Русские говорят, какие плохие турки, азербайджанцы Какие хорошие армяне Люди говорят о том, о сём, о сём Вот здесь это, вот тут это, вот тут то, вот тут это И вот этот хаос, который мы сами создаём Потому что мы армяне А я в этом смысле обвиняю армян Обязательно Пытаемся понять, что происходит И в результате наших попыток понять, что происходит Запутываемся ещё больше Вот, например, есть люди, которые совершенно уверенно говорят Что человек по имени Владимир Путин Это чуть ли не светость человечества Которое защищает русский народ и всех нас от чёрной силы А есть люди, которые совершенно чётко убеждены Что вот Америка, там Запад и так далее Они защищают весь мир от чёрной силы Причём мне, что не нравится в этом Когда наши армяне Так уверенно о чём-то говорят Как будто они на самом деле что-то до конца знают Обидно то, что Все эти высказывания Нас разбрасывают в разные лагеря без конца Я уверен, что большинство из тех людей Которые столько говорят на интернете Делают это специально Чтобы создать хаос Среди армян Чтобы загнать нас в угол И у них это не получается Но хаос они создают Им достаточно платят, наверное, за то, что они вытворяют Те, которые за русских Те, которые за американцев Те, которые за украинцев Те, которые за Западную Европу Я не удивлюсь, что те, которые за турков А может, ещё и за зарпаденцев Да вы сумасшедшие все Все причём Почему? Потому что вы так громко говорите о вещах Которые другим неизвестны И вызывают постоянные вопросы со всех сторон Что вы совершаете зло Выражая ваши мысли таким образом И ведя людей в неизвестность Что делать? Это ваше дело Это ваша совесть Но есть какие-то В каждом анализе того, что происходит Если мы опустимся с высот С небес на землю На нашу армянскую землю И на наш армянский народ Мы должны прийти к какому-то Общему умозаключению Несмотря на то, что вы так любите Путина Или вы так любите Байдена Или вот Нессе, Полосе Или вы так любите Макрону Или, может, этого идиота там вот На Босфоре Этого якобы сверхчеловека Вы же понимаете, что это всё фейк Помните, как этот Наш чудик сказал здесь в Америке Фейк Это всё фейк Это всё постановка, ребята Ребята Вам не кажется, вам надо немножко Помолчать все вместе И подумать, что нам делать армянам? Так вот, я вам не советую заткнуться Но, может быть, всё-таки подумать Когда вы что-то так громко говорите До какой степени вы ведёте людей в никуда В никуда А что вы им новое сказали? А? Вы им только заморачиваете голову Кем? Путином, Байденом, Макроном Какой-то Меркель Каким-то Эрдоганом Каким-то Алиевым Какими-то идиотами в Арцахе Идиотами в Ереване С этими названиями Этими ничтожествами О которых нам толком ничего не известно Вы же не можете этого сказать Скажем О таком человеке, как Демирчан Правда? А где Демирчан? А? Правильно Его с нами нет Нам нельзя иметь Демирчанов Нам нельзя иметь Вазгенов Американцам нельзя иметь Мартина Лютера Кинга Нам, христианам, нельзя иметь Христа Гудайян Наилучше умирают молодыми Нам нельзя иметь этих лидеров Нам нельзя иметь Джона Леннона Нам нельзя иметь Малкома Экс Нам нельзя этих людей иметь Нам нельзя иметь Ливона Айропетяна Его надо сгноить в тюрьме Этого Ливона Айропетяна Надо сгноить в тюрьме Чтобы он знал Как быть таким великим человеком Для армянского народа Как начнет Гжде? А? Его надо было сгноить в тюрьме, да? Потому что он так любил свой народ Ну ладно Вы поняли, что я хочу сказать? Расписался, в последнее время писать стал Старею? Шучу, не старею Значит так Армяне живут по всему свету Еще раз возвращаюсь к этой теме Армяне Сирии, Греции Посмотрите Италии, Турции А это все армяне, это один народ Если вас устраивает мое начало Насчет того, что эти армяне Это все один народ Амшены шмамшены Шуртвацы с Баку и так далее Всякая чушь свинячая Которая эпитеты Которые мы употребляем По отношению к другу Когда мы заткнемся уже И когда мы станем армянами Что этот амшенский армянин Который принял мусульманство Он армянин Его религия никакого отношения не имеет К его биологическому, генетическому Образу Вы понимаете, что это все армяне или нет Так вот, к чему я говорю Если вас устраивает Что это везде армяне Тогда я буду продолжать Если нет, выключайте Не смотрите мое видео Зачем нам об этом говорить Поговорим о шашлыке О пирожных Поговорим о том, как взорвать Турцию С Азербайджаном И как проклятые русские нас предают Давайте поговорим на бесконечности И скажем, какая Великая Америка Как она скоро придет и защитит нас Ребята, ребята Ребята, мы же не дети Ведь страшно, что делается Ребята Кстати, идея эта Пускай откликнется Азербайджанцам и туркам Грузинам и казахам И русскому народу И они поймут, что Хватит уже всем вам, люди Успокойтесь В вас имели в виду Те, которые создают То, что с нами сейчас происходит Знаете, даже трудно сказать Что нас всех жалко Потому что мы такие идиоты все Это какой-то кошмар Так вот, дальше Армяне живут по всему миру Где? В анклавах Я только об армянах сейчас У них своя жизнь Это жизнь на территории Иностранных государств И они подчиняются законам И социальным нормам Тех стран, где они проживают У нас есть у всех Родина-мать Армения У меня есть Родина-мать Армения Я американец У меня есть гражданство Я обожаю Соединенные Штаты Я люблю английский язык Я люблю эту страну И ту культуру, которая для вас закрыта Люди говорят, что в Америке Никакой культуры нет Вы очень ошибаетесь Вы очень ошибаетесь Ваше невежество О том, что в Америке Нет никакой культуры Не имеет предела Это приблизительно То же самое сказать Что в России Нет никакой культуры Я вот слышал Эти чудовищные слова Прощай, немытая Россия А? Вы считаете Это уместно говорить? Слова Лермонтова И так далее Ребята Ну что это такое? Слушайте дальше У нас у армян Есть родина Это родина-мать Армения И это наш центр притяжения И если вы С этим моим вторым тезисом Или постулатом Не согласны Выключайте Не смотрите меня дальше Если у вас нет родины Если ваша родина Это Российская Федерация Очень хорошо Тогда Не смотрите это видео Вам оно не нужно Вы живите там И наслаждайтесь Своей прекрасной жизнью Среди славян Все что я хочу сказать Я продолжаю говорить Я не против того Чтобы вы жили бы В Турции Были бы амшенами И наслаждались Своей жизнью Живите Вы все таки армяне Но если вы не считаете Что Армения Это наша родина-мать Это ваше дело Нужны ли вы нам при этом? Да вы нужны Но уже не в той степени Как были бы в том случае Если бы воспринимали бы тезис О том что Армения Это наша родина-мать И то что мы все армяне Так вот Делайте выводы Из того что я сказал сами Свободы ребята Свободы Вы же поболтать не любите Свободы Я хочу Чтобы мы все соглашались бы Или не соглашались Если не соглашаетесь Выключайте У нас у армян Совершенно уникальная судьба Вы не согласны? Вы не согласны Что у армян Совершенно уникальная судьба И поэтому Согласитесь Что впихивать Армян С их уникальной судьбой С их уникальным Историческим опытом В рамки В обычные мировые стандарты Новых народов на земле Англичан Французов Немцев Сельдюков Азербайджанцев Еще кого-то Это Не просто неправильно Это Глупо И это опасно Потому что Вы берете Вы берете Хурму Хурма Знакомое слово И ее Хотите сделать яблоком Не будет хурма яблоком А яблоко не будет хурмой Много яблок на земле Вот пускай они там и остаются А хурма пускай там остается К чему я все это говорю? Не надо Не надо впихивать нас В какое-то понимание их Этого не было и не будет Мы были раньше них Мы Есть Многие из них пришли и ушли А мы остались Вот еще одна загадка Почему мы остались? Потому что мы такие Нет, ребят Мы остались по какой-то Специфической причине Когда-нибудь Может быть Кому-то удастся это понять Значит Скажем Существует там Русская концепция жизни Не положено Товарищи Разрушим Мир капитализма Так? Ну вот эти вот Или там существует там Скажем Иранская концепция жизни Турецкая там Американская И так далее Ну знаете какая Турецкая концепция А? А придем Улыбнемся Всем Обманим всех В спину ножом Бошки отрежем Пирамиды построим Подкупим Угрожать будем Кровью зальем Опять Наклонимся Попытаемся Украсть Застрелить Отобрать А? Вот я вам примеры говорю Ну вы можете говорить О западной концепции Об англосаксах О том как они что Они что лучше чем турки Турки просто Дикие совершенно кочевники Эти более цивилизованные Но ментальность Та же самая Понимаете? Этим головы отрезать не нужно Они просто вас на палуб Там жгут налево направо А сами не знают для чего Понимаете? Жгут Чтобы жечь Разве мы Армяне Живя на территориях Этих англавов Будучи гражданами Будучи очень Здоровыми Нормальными Группами населения В этих англавах Мы должны Ограничивать себя Культурно-этической Моральной Частью жизни Этих народов Или мы В силу того Что мы живем там И процветаем Как правило Мы всего лишь Должны быть Как-то В согласии С тем что они делают Не забывая О том кто мы есть А забываем ли мы Я не думаю кстати Я не думаю что Нам дано забыть Наше уникальное Чувство армянства Живя в разных местах На свете Это то Что нам дано А вот другим нет У других Вот такого качества Нет Они Растворяются Они страшно Ассимилируются Сейчас кто-то скажет Вот в России Наши армяне В том таком поколении Уже молодежь Ассимилирует Они уже русские Ну какая-то Маленькая часть Скорее всего А вот это Семя Семя сохранения Оно есть Обратите Внимание На интересную Особенность армян Живя во всех Странах мира Которых вы знаете Практически нигде Они не рвутся К власти Вот Колхозники Колхозники Хазары Они рвутся К власти везде У них Понимаете Вот у них Механизм Здесь какой-то Включен Понимаете Или В их Этих Центрах Агитации Пропаганды Говорят Колхозникам Схазари Что вы должны Захватывать власть Иначе вас уничтожат Их напугали Им обрезали Кое-что Включили механизм И они значит Пытаются захватывать власть Вот посмотрите Сколько их Среди Кагрисменов Сенаторов Соединенных Штатов Посмотрите Что в России делается Как говорит наш Чудяев Товарищи Которые нам не товарищи Нашел фразу Так короче говоря А у армян У которых есть Колоссальный потенциал К тому Чтобы находиться У власти У них никакого желания Нет Нигде находиться У власти Они не хотят ее Почему Ну Я вот говорил С многими людьми И так далее Это конкретная Характеристика армянина Армянин Не хочет быть У власти В странах проживания Его не тянет На второй роли Да Почему Потому что там Открывается способность Его огромной Созидательной энергии И там он служит Этой стране Но у него На минуту нет Идеи Прихватить власть В ней Узюрпировать ее И управлять Тем народом Понимаете О чем я говорю Да или нет Это необыкновенная Особенность армян При их интеллекте И их способностях Выживать И приспосабливаться Они не хотят Находиться у власти Нигде бы они не жили У них нет Этого Политического Такой политической Амбиции А это все ведет К следующему Сейчас будет Отголосок Этого Я скажу вам так Рабы И свободные люди И вот там Когда мы перейдем К этому моменту Вы поймете Почему армяне Не стремятся К власти Это невозможно Она им не нужна Они не живут На этой планете Чтобы командовать Другими Они живут На этой планете Чтобы созидать Или просто Спокойно жить там Делать Шишкабаб И кайф Кайфуем Но дальше Они не хотят Мы армяне Которые живут в Иране Живем в Иране Мы не должны Задавать совет Армянам Которые живут В Соединенных Штатах Как им жить Это неправильно Это не только неправильно Это некрасиво Это Вульгарно Это тупо. А американские армяне, которые живут здесь, они не должны давать совет иранским армянам или турецким армянам, как им жить свою жизнь. Они могут шеплять на ухо близким людям, что им кажется, может быть, так было бы лучше. А вот это деликатно, вот это красиво. Или, спросив разрешение, хотели бы мы создать какой-то симпозиум, рассказать вам, какие у нас мысли у армянства есть. А есть симпозиум? Нет. Почему? Потому что никому это нахрен не нужно, понимаете? Пока, во всяком случае, понимаете? Потому что с интеллектуалами у нас в диаспорах не очень-то, понимаете? Мы все заняты заработком, мы все хотим выжить и так далее и тому подобное. То же касается голосов из Украины, которые дают советы армянам из России, что им делать. Вот сейчас эта катастрофа произошла. На Украине живут армяне, в России живут армяне. Почему этот вопрос возникает? Потому что мы там живем временно. И поэтому возникает этот вопрос. Являемся ли мы составной частью русского общества? Если да, вот идет сейчас там мобилизация. Иди, беги, ты, армянин, который ты считаешь себя, составной частью великого русского общества, возьми иди во инкомат, и скажи, я сейчас пойду этих украинцев всех там. Давай, вперед. Если ты это сделаешь, честь тебе и хвала, вот ты на большее не способен. Если ты это не сделаешь, это тоже твое дело. И тоже тебе честь и хвала. Когда здесь эти сумасшедшие, которые управляли Америкой в это время, напали на этот несчастный Вьетнам, американцы бежали, куда только попало. А это не были армяне. Они не хотели убивать вьетнамцев. Они не могли понять, зачем их убивать. Я же не сказал вам, ребята, армяне, бросайте Россию, убегайте. Я не говорю вам, армянам на Украине, убегайте с Украины, не стреляйте в русских. Я говорю, это ваша совесть, это ваше достоинство. И или вы армяне, так? Или вы реальная часть той жизни, в которой вы живете. Тогда не о чем о вас вообще говорить. Делайте то, что ваша мачеха заставляет делать. Это ваше дело. Если вы армяне, думайте, что вы делаете. Один из вопросов возникает. Я понимаю, вы думать не хотите в большинстве своем. Что вы там делаете столько времени? Вы находитесь в этих кошмарах. Вы живете среди этих наследников Могола, татар, в этом Чингисханстве. Что в этой России? Что на этой Украине? Что в этой Белоруссии? Что в этой Турции? Что в этом Иране? И везде. А почему вы потом задаете вопрос, что делать? Что делать? Думать. Или вы часть этого дела? Тогда нечего говорить. А если вы не часть? Я думаю, у вас достаточно сознания есть и идей, что вам дальше делать и как? Вот я задам общий армянский вопрос. Вы знаете армян, которые хотят встать утром, взять автомат и стрелять в других людей ни с того, ни с сего? А? Вы знаете таких людей, которые хотят встать и ни с того, ни с сего в других людей стрелять? Ну, может, там один есть и нормально, но, я уверяю, у него автомата нет. Уверяю вас. Вы понимаете? А вот среди этих народов полно таких людей. Вы меня уже извините. Если это не так, что же они так с таким удовольствием друг друга стреляют? Вот, посмотрите на эти ужасные кадры. Я их показывать, естественно, здесь не буду. Расстрелы армянских военнопленных. Там четверо ребят. Посмотрите, с каким удовольствием их расстреливают. Ребят, это же ненормальные люди. Это ненормальные люди. Подобные вытворят. Вы понимаете? А вы можете, ребят, это не... Я говорил, кстати, по этому поводу с очень серьезным человеком. Он воевал, контужен был и так далее. Он говорит, нет, мы этого не делали. Мы это не могли делать. Мы не можем это делать. Ну, в общем, поехали. Пожалуйста, прекратите давать друг другу советы. Вы живете на своей Украине, это ваша Украина. Так, говорите друг с другом там, не давайте советы армянам в России. Вы можете прошептать ваш совет. Не говорите громко ничего. Вы вызываете ужасное, ужасное, ужасное возмущение тех, среди которых наши армяне живут. В той же России, может, наоборот, той же Украине, может, наоборот, в том же Ране, в том же Азербайджане, в той же Турции, где остатки остались. Думайте, что вы говорите. Пожалуйста. Или вы армяне? А если вы не армяне, так сразу скажите, я не армянин, я считаю так и так. А мы вас даже слушать не будем. Зачем вы нам нужны? Между молотом и наковальней? Да, между молотом и наковальней. И ни одному из нас не дано право провокации эти делать против тех, кто живет на других территориях и думает, что мы им говорим что-то умное так громко на интернете. Мне интересно, сколько вам за это платят и кто платит вам? Я догадываюсь, кто. И мы все знаем, кто. Правда? Давай вот эти тупые, эти провокационные советы друг другу так громко. Мы не способствуем армянскому объединению. Вы можете сказать, Ливон, а что делать? Думать, что вы говорите и думать, то, что вы сказали, способствует ли это армянскому объединению? Потому что, если нет, молчите. Вы скажете, Ливон, а ты что говоришь? Я говорю, я хочу, чтобы это способствовало хотя бы виртуальному армянскому объединению, что мы не можем быть частью русского народа. Мы не можем быть частью украинского, американского и так далее народа. Мы можем быть частью этого народа в вопросах сознания. «Я отказываюсь признавать роль армянской расы на территории любой другой страны в политической активности. Мы не можем поддерживать политику этих стран. Мы можем поддерживать экономику этих стран. Мы можем поддерживать образование, науку. Это наша роль на этой планете. Но поддерживать политику, быть заодно с ними, потому что они такие или не такие, да не наплевать ли нам на весь этот мир тупой? Или вы считаете, что этот мир нас чему-то учит? Или вы считаете, что у нас, у армян, есть что-то общее с этим миром? Что у нас общее есть с англичанами? У англичан, возможно, с нами есть что-то общее, может быть, наша ДНК, но у нас с ними ничего общего нет. Мы на них не смотрим, как на объект, из которого можно что-то выжить. Будем идти дальше. Одна из причин, почему этого делать нельзя, потому что мы даем советы армянскому населению в другой стране, не зная, не понимая сущей социально-экономической, политической каши, в которой наши братья и сестры находятся, в каком-то смысле находятся в моменты кризиса, находятся как заложники. Да, 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 я сказал это слово, да, заложники, да, армяне в Российской Федерации, если мы себя будем безобразно вести вне Российской Федерации по отношению к Российской Федерации, становятся заложниками. Думайте, что вы делаете, думайте, что вы говорите. Или вам так важна эта Россия, или вам так важна эта Украина, а? Или вам так важна эта Америка? Вам что важнее, жизнь армян, или какие-то политические пердельники этих дегенератов, которые управляют этим миром, они же больные люди. Неужели вы не видите, что мир управляется сумасшедшими? Вы не видите? Вы так, или это сумасшедший мир, или это демонический мир, или это комбинация сумасшедших с демоном. Это мое личное мнение, я думаю, что это комбинация демонов и сумасшедших. Обратите внимание еще раз на безосуды, провокационные заявления всех и вся друг к другу, в частности, которые адресуют час проблемы, не отдавая себе отчета в том, что проблема может быть очень, очень, очень большой, и она может каким-то боком ударять по армянству в любой другой стране. Итак, первое предложение. Сегодняшняя передача, передача предложений. У меня есть предложение, оно рациональное. Я предлагаю нам, армянам, умникам, очень осторожно говорить то, что мы говорим, и не забывать, что то, что мы говорим на интернете, потенциально может нанести колоссальный ущерб нашему народу. Слэш, а что от того, что мы говорим, помогает нашему объединению? Все время надо думать, помогает ли. И вот тогда, когда вы понимаете, что вот те вопросы, которые я сейчас вот осветил, они ставят под вопрос необходимость столько болтать и уводить нас всех в сторону от реальности, о которой нам в большинстве случаев толком и неизвестно. Но я только одно знаю. Мы страдаем. Вы скажете, все страдают. Нет, я не хочу знать о них. Я ничего не хочу о них знать. Я вам объясню, почему. Потому что я их не заставляю страдать. Я не хочу, чтобы они страдали. Но почему мы страдаем? Кому мы мешаем? Все. Это первая часть. В мире происходит что-то совершенно невероятное, иррациональное. Вы не согласны, что в мире происходит что-то совершенно невероятное, иррациональное, тупое, жестокое, бессмысленное с точки зрения... И вот фраза «армянского смысла». Сейчас вы меня поправите. Что ты сказал? Армянского смысла? Да, я сказал. Армянского смысла. А почему ты не сказал с точки зрения здравого смысла? А вот тут-то и фишка. Так говорят в России. Фишка. Итак, здравый смысл – это для них. Для русских, для французов, для американцев, для азербайджанцев, для турков, для грузин, для иранцев, для всего этого мира. А вот у нас армянский смысл. Вопрос. Здравый смысл их и армянский смысл одно и то же? Конечно, нет. Я вам, армянам, задаю вопрос. У вас есть армянский смысл? Есть? У большинства? Хорошо. У меньшинства армянский смысл есть? Я вам отвечаю достоверно. У меньшинства есть армянский смысл. Это доминантно, мировая доминанта высшего разума, которая в состоянии проанализировать абсолютно всё и прийти к умозаключению, которое приведёт, пускай это меньшинство армян приведёт туда, где им будет безопасно, здравый смысл других приводит их к чему? Ну, давайте, давайте. Проклятый Путин напал на Украину. Великий украинский... Слава Украине! Великий украинский народ победил Путина. Ребят, Америка скоро придёт и спасёт Армению от турков. Ребят, вы чё, ребят? Вы чё, ребят? Вот вам армянский смысл, к чему я говорю. Пожалуйста, не принижайте себя и не опускайтесь ниже этих народиков, этих дикарей, которые вокруг нас существуют. Они нас слушать не будут. Они не будут нас слушать, что мы хотим мира, благополучия, чтобы было бы хорошо. Нет, не будут. У них свой здравый смысл. А вы хотите быть частью их здравого смысла? Если хотите, так вам и надо. Я не хочу, у меня есть армянский смысл. Вы помните эту песню о Токареве? Небоскрёбе, небоскрёбе, а я маленький такой. Нам не понять его прекрасного народа. Помните? Вот так. Это Токарев интересный мужик был, царство небесное. Я не понимаю здравый смысл русских. Без обиды русские. Я не понимаю здравый смысл грузин. Без обиды грузины. Я не понимаю здравый смысл азербайджанцев, турков, французов, англичан, американцев. Я не понимаю ваш здравый смысл. Я не хочу его понимать. Я живу здесь. Я буду вас уважать. Я буду вас слушать. Я буду выполнять свои функции как гражданин этой страны. Я буду служить этой стране до последнего дня моей жизни в созидательной активности. Но ни в коем случае не в политике. За всё время жизни в Соединённых Штатах я ни разу не голосовал. Ни в первичных, ни в вторичных. Я не демократ, ни республиканец. Я вам скажу, кто я, американцы. Я армянин. Но вы даже не знаете, что такое народ существует. Когда вам говоришь армянин, вы говорите, вы кто по нации спрашивает? What's your nationality? Отвечаешь, I'm an armenian. Oh, Romanian. Они нас называют Romanian. Румыни. Вы поняли, с чем мы делаем? Ну вот так. Поэтому, так как здравый смысл турков, грузин, русских, он нам не подходит, тогда вам начинает становиться понятным, когда я говорю армянский смысл. О чём я говорю? Пожалуйста, отключитесь от этих всех. Вы можете им говорить, да, вы правы, да, 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 всё правильно. Вперёд! Вы не отказывайтесь от нашего армянского смысла. Он не здравый, он армянский. И это очень большое слово, это очень большой смысл. Поэтому вот моё второе предложение. И я предлагаю, я предлагаю вам, армянам, обращаться к армянскому смыслу, когда вы принимаете какие-то решения. Он должен основываться на идее. А ваш армянский смысл, каким образом помогает армянскому народу там, здесь, тут, там, объединиться и быть одним? Тем, у которого родина, одна, Армения, у шуртваца бакинского, шуртвац, ара, шуртвац, понимаете, примитивизм, дикари, откуда это берётся, откуда это берётся, кто нам навязал эти концепции, чтобы нас ещё больше разъединить. Вы хотите сказать, что я вот так называемый бакинский армянин, который живёт в Соединённых Штатах, я так называемый шуртвац, да вы ненормальные все. Я больше армянин, чем большинство армян на этой планете. Почему? Потому что я живу здесь, в этом достатке, в этом благополучии, в этой псевдодемократии мечте. И я безумно люблю свой народ. Я безумно люблю, уважаю свою культуру. И через это, и через это, через мою любовь к моему народу, а я армянин до мозга костей, я такое же добро желаю всему миру, вокруг нас, чтобы люди уже очнулись бы и забыли бы о своём тупом, здравом смысле. А может, у нас, у армян, переняли армянский смысл? Может, немножко легче станет? Итак, я предлагаю обращаться нам, армянам, к армянскому смыслу. Следующее. Есть такое понятие свободы? Свобода – это настолько ёмкое понятие, явление, что объять его и описание в деталях просто невозможно. Вот вы знаете, было в физике броновское движение, броновская свобода, да? Свободное движение, хаотическое. Свобода, в первую очередь, имеет для меня, как для армянина, эзотерическую основу. Я вам объясню, почему, ребят. Я сейчас объясню, почему. Свобода, она не дана всем. Она по какой-то причине не дана всем. Она или есть, или этой свободы нет, ребят. Вы понимаете, в чём дело? Или она есть, или этой свободы нет. Ну, как же так может быть, ребят? Ну, серьёзно. Как может быть, что она есть, или нет? А вот так, по всей видимости, это моя концепция, мир разделён на свободу и рабство. Свобода – это свет, рабство – это темень. Вы сами дайте характеристику и определению тому, что такое свобода для армян. Армяне – свободная раса. Это свободный народ. Вы понимаете? Это то, что нас так категорически отделяет от всего мира. Для нас свобода – это не достижение, а это наша сущность. И основывается эта свобода не на биологии и генетике, о которой столько болтают и говорят. Она основывается на каком-то внутреннем чувстве необходимости быть свободным и нежеланию подчиняться ничему и никому и никаким законам, никаким религиям и философиям, если они противоречат свободе. Это необыкновенная сварливость армян, это необыкновенное желание спорить, всё время что-то выяснять. Вы знаете, что это? Это свобода мышления. Этот народ думает. Этот народ околпачивает его, охмуряют, на него напускают какие-то чары, с ним что-то творят. И тем не менее продолжается это вот биканье в башке. Это свобода. Свобода несёт в себе эзотерический компонент. Когда я говорю эзотерический, я не имею объяснения, почему армяне до такой степени свободный народ. Мы не рабы. Но тут идёт интересный отголосок. Именно потому, что мы свободны.